Ой! Ой! У меня там кролики почпокались! Неплохо! Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Телкоплей! Я Наташа, мы сегодня с вами играем в игру, которая называется Донат Кантри. Насколько я поняла, это игра по типу гуся, только вместо гуся мы будем чем-то другим. А вот чем нам предстоит с вами сегодня узнать. Так что усажьтесь поудобнее, надеюсь, что это будет классная, прикольная игра. И нам она с вами понравится. Давайте начинать. Новая игра. Дом Миры, что бы это ни значило. И что, и кто, хорошо. В домике кто у нас живет? Кто-то там нам что-то представляет, для какой пес упоротый. Мира, когда уже придешь на работу? Скучно! Это мне пишет енот. Ответит. Тихо, ВК! Я смотрю ВК. Я полумертвая, труп. Приви уважение. Ха-ха, что это ты труп? Тот тип снова не дает мне спать гудком. Гудит. Гудила из Нижнего Тагила. Гудит с рассвета. Вот же гуделка. Не парься. Я за тебя отомстю. Осторожней там, чувак. А то еще громче начнет. Ой, да ладно. Потягивайся к пончикам. И кончай кормить пса хлебом. Я его хлеб насущный, ВК. Он и сам уже как горбушка. Окей, я уже выхожу. Давай. То есть я буду играть за енотика? Не гусь, а енот. Полоскун. Так, ну что, дергаем пончик? Там гусь. Гусь за жопу, кусь. Здрасте. Да, смотри. Я что-то засасываю. Подожди. Так я, получается, какая-то дырка, которая растет. Я дырка? Ни хрена себе. А почему я дырка? Стой, гусь. Гусь, стоять. Стоять. Стоять, гусиная срака. Ты не уедешь отсюда. Я, короче, куда? Куда поехал, гусь? Куда? Падай внутрь. Внутрь падай. Давай, давай, гусь. Ааа, я поглотила гуся. Все, я съела гуся. Я дырь. Я великая дырь. А почему? Я думала, я енотик. Может быть, я енотик, который, типа, создал ту дырь? Короче, я бездонная дыра. Иди ко мне сюда. Опа, все. Минус, гусь. Пончиковая. О, сейчас по пончику мы с вами захкусим. Ой, какая прелесть. Это я, король мусора. Чувак, гудок заглох. Ты правда что-то сделал тому гудящему типу? Ну, как сказать. Да. А, не палься уже о нем. Я просто привез ему пончик. Ну, как сказать. Гы. Ну, ок. Видимо, это его и отвлекало. Кстати, знаешь что? Я уже уровень 9. Где? Надо же. Круть. Ты не врубилась, Мира. На уровне 10 у меня будет свой квадрокоптер. А, точно. Офигеть. Поздравляю. Пожужжим тогда, как цари. Ахаха. Окей, увидимся в ВК. То есть, меня зовут ВК. Хорошо. Я енот. Шесть недель спустя. То есть, я, получается, енот, который создал свою черную дыру. Мира. Так. Ну, какого? Как ты могла разбить мой квадрокоптер? Да какого волнует твой дурацкий коптер? Ты что, охренела? Как ты мог уничтожить весь город? Я? На 999 футов ниже. Да, ну я не уничтожал весь город. Ничего я не уничтожал. Я добрый. Боже. Ого. Тем дурацким приложением ты открыл везде дыры. И теперь мы торчим в этой яме. А мне кажется, все тут в порядке. Кроме моего квадрокоптера. Пострадавший тут я. И что? Никто меня не поддержит? Эээ. У нас тут крокодил как бы. Алло. ВК. Очевидно, что это твоих рук дело. Меня затянуло в дыру после того, как я заказал вас пончик. Да как это вообще связано? С тем, что мира разнесла мой квадрокоптер. Гончар, а где твой сын? О, щен. Мой славный малыш. Должно быть он где-то там, наверху. Прикол. Левая кнопка мыши, чтобы раскрыть дыру. Гончар не искала раскрыть дыру. Я открываю твою дыру. И я в твою дыру смотрю. Ааа. Я в твою дырочку чуть-чуть-чуть. Ну-ка давай-ка давай. Ну что, погнали сосать. Значит, начинаем с маленьких предметиков, которые сначала засасываются. А потом она потихоньку увеличивается и подсасывает, получается, предметы побольше. И каждый раз она кормится, эта дыра. Класс. Кружку, кружку надо засосать. Не пролазит. Хорошо. Давай-давай-давай. Вот так вот. Вот так вот. И коробку. Все, я молодец. Это было изи. Засосали. Слушай, ну я реально... Мне кажется, енот просто пытался убраться. Было слишком грязно. Я считаю, на улице. Опа. Добрый вечер. Я диспетчер. Я вашу дыр шатал. Ну-ка подожди. Стой. А мне надо прям всех тут засосать, получается. А никого не смущает? Дядя Гончар. Дядя Гончар. Слушай, ну ему вообще пофиг. А за мной песик. Видите, маленький смотрит. Давай-давай. Оп-оп. Давай-давай-давай. Иди сюда. Ну. Падай. Уи-и-и. Туда его. Туда. Вот так вот она с осалком. А что, маленький песик, не хочешь, чтобы я его засесал? Ой, блин. Блин, ну я тут устроила что-то полный коллапс. Мне кажется, нашему просто енотику скучно. Вот и все. Вот и все. Ему просто хотелось что-нибудь засосать. Я не считаю, что это плохо. Как бы, ну нравится. Ему он наводил просто порядок. Видишь, как чисто теперь. Зато вот этот песик смотрит и гавкает. Мне надо гавкать. Надо просто принимать. Это что это? Ты решил свалить отсюда? Не, братан, подожди. Так не работает. Так не работает. Подожди. Я его сейчас зажарю. Прости, песик. О, нет. О, нет. Высвободить воздушный шар. Я высвободила. Но там что-то какая-то черная дыра образовалась. Не очень хорошая. Да посмотри. Я просто, я засасываю весь континент. Все настолько плохо. Посмотри. Блин, ну что-то как-то енотик слишком поработил этот мир. Мне кажется, что что-то как-то фи. Фи-фи-мани-фи. О, это мистер песик летит. Отличная доставка. Мистера песика. Я даже получила какие-то очки. Мусоропедия. Разбочонок внутри вкусняшка. Бесплатный дом. Главное, чтобы не намок. Заходи, если хочешь, чтобы тебя облали койоты. Кофе это класс. Ну, кстати, тут все предметы, которые мы с вами подобрали. Прикольно. Но мне пока что нравится. Хорошего дня уборки. То есть енотик у нас просто убирается. Он слишком чистоплотный. Вот и все. Я ведь просто хотел порадовать щена пончиком. Он сейчас улетает вдаль. Мой одинокий щен. Да нет же. Если тебя затянуло первым, откуда ты знаешь, что щен на воздушном шаре? В этом рассказе полно дыр. Это в голове у тебя полно дыр. И во всем городе из-за тебя. Я просто делал свою работу. То есть я имею ввиду. Это неправда. Я не виноват. Минутку. Щен на воздушном шаре? Я видела, как воздушный шар летел мимо лесничества. Ты видела шена? В какую сторону он летел? Не помню. Не обратила внимания. Как раз заказала пончик. Вот как. Я когда психую, всегда есть хочу. Хе-хе. А почему психовала? Хотите верьте, хотите нет. Из-за змей. Короче, каждый персонаж будет рассказывать свою историю. А мы будем у каждого персонажа наводить уборку вот этой вот дыркой. Ой, смотри, здесь даже гремучие змеи есть. Вот что это они так прыгают, глупые. Не, ну конечно с гусем было поинтересней. В плане, что у гуся как-то вот знаете, ну как-то больше движений было. Здесь-то просто дыра. Которая засасывает все остальное. Опа, вместе со змейкой засосали, видал? Травку забираем с вами. Убираемся, че? Этот мир стал слишком грязный. Слишком грязный мир. Я его почищу. А вот она, видишь, она пытается понять, что происходит. Курица тоже максимально в шоке. Я сначала засосу то, что не живое. Потом засосем все, что живо. Опа! Ну че, курица, вы следующие. Эта такая, че происходит? Твою мать, твою дивизию! Опасная змея. О, нет! Snake danger. Надо курице. Уху, ёпта! Вертолет сделала курица. Так, змеиный опас. Теперь вот эту надо как-то схерануть. Вот так вот, смотри. Давай, раскручиваем ее. А, в другую сторону ее надо. Так, опа! Все! Видишь, какая опасная змея? Все, у нас трагедия. Ёптеть, моптеть. Это все я разрушила? О, засасываем всех. Засасываем! Засасываем! Иди сюда, змейка! Куда пошла? Ну-ка, смотри, я прям скопище забрала. Курицу! Все, забирай! Забираем весь мусор. Может быть, наш енотик катил под землей построить свой собственный рай? Блин, а вот эту тетюку не смущает, что мы вот так вот взяли ее и засосали? Вот как этот персонаж попал в нашу дырь. Что тоже неплохо. А на ранге 10 я получу опять квадрокоптер. Новый, кстати. Хорошего дня уборки. Я енотик полоску убираю. Но на меня все почему-то обижаются. Я не понимаю, почему. Ха-ха-ха! Похоже, ты должна спасибо мне сказать за помощь со змеями. Стоп! Так это все-таки ты открывал дыры? Что? Нет, я говорю, кто бы это ни сделал, он явно оказал тебе услугу. Скорее всего, это славный, хороший парень. Хм, а еще кто-нибудь видел щена? Да, я видел щена. Мою подзорную трубу. Ты имеешь в виду мою трубу? Я и так сказал, мою подзорную трубу. Так, где ты его видел? Ну, мы с перцем опять повздорили, и я переставил свой трейлер на мятную перечку. Да, он втюрился в ту птичку. Хе! Ага, птица просто создание для любви. Я любовался той пташкой, потом вдруг резко проголодался. Сделал заказ через приложение Donut Country. И тогда появилась дырка. Опа! Левая кнопка мышки. Ну, поехали. Ой, смотри, какой милый песик. Он какой-то упоротый. Песик, все, у тебя больше не будет игрушек никаких. Никаких игрушек? Никаких. Опа! А что, песик-то? Песик, прыгай. Песик, прыгай. Песик, прыгай. Песик, прыгай. Твою мать, все. Засазала песика. Песик теперь мой. Слушай, а он прям спрятался. Так, а почему? А че это? А зачем это? А-а-а! Может быть, мне надо цаплю накормить? И посмотри. Ага. Я так и поняла. Она типа выпивает воду. А-а-а! А-а-а! Ни хрена себе! То есть я должна осушать? Ни хрена себе! На! Пей водичку. А что будет, когда она выпьет эту водичку? Пей водичку. Больше водички, богу, водички. Вот так вот. Хорошая птичка. Много водички не бывает. Потому что пить надо. Ваша, хлебальничек. Вот так вот. Хорошо. Рыбу усосали. Птицу. Птицу не можем, кстати, усосать. Но мы можем усосать вот этого бомжа. И дать водичке выпить воды. Все? Это все? И одни только дети остались. Одни только дети остались. Отличная доставка. Так а почему я всех доставляю? Может быть у меня какой-то праздник? Типа я пытаюсь что-то все сделать. Непонятно. Но чистоплотность, видать, у меня в крови. Я думала посмешнее будет игра. Но как бы дырка такая пойдет. Полазить? Надо же! Так ты говоришь, что типа влюбился в птицу. А? Ты это нормально считаешь? ВК речь не о птице. Речь о птице. Мир, а речь именно о птице. Ты безнадежен, чувак. Чему она меня булит? А? Безнадега у нас нет уже никакой надежды. Тут вылез койот. Гадкий. Койот! Разве ты не уехал в пустыню? Уехал. Должно быть, ВК выискивал тех, от кого отвернулась удача. Койот, ты ведь раньше был хозяином пончиковой донат-кантри? Ааа. Но моя лавочка прикрылась, когда в городе объявились еноты. Так что я продал ее енотам и уехал в пустыню. Вот как. Сочувствую, койот. Что поделаешь? Жизнь койотская. Хуже собачий. Я скромно жил. Торговал себе овощами. Думал, что вношу свой вклад в жизнь общества. Короче, енот, видать, может всем завидовал. Поэтому он их всех воровал. Это монополия на бизнес, господа. Реально. Блин, ну конечно, когда мы еще с вами поиграем за дырку? Оп. 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 Вот вы когда-нибудь могли представить, что вы будете дыркой? Я нет. И вот сегодня я дырка. Так, а тут есть что-нибудь еще? Может быть, птиц надо зажарить? А, мы попкорн сделали. Ё-моё. Нифига. Это попкорн-машинка. А, а я такая думаю, что это такое? Ну все, и теперь койоту засосали, получается. Там вон еще второй койот сидит. Глянь, ну прикол вообще. Зачистка масштабная. Дырь растет. Койота сосет. Все усосать, все пересосать. Ну быстро, быстро идет. Я думаю, да может быть даже сегодня пройдем эту игру. Мусоропедия. О, видишь, как хорошо. Ну да, видишь, хорошего дня уборки. Значит, енуты. Мафия, которая пытается навести порядок в городе. И у них это хорошо получилось. Короче, такая вот грустная история. ВК, ничего не хочешь сказать койоту? Да, овощи хрень. Так-то, ага. Типа, прошу прощения. Минутку, ты серьезно считаешь, что овощи не хрень? Пожалуй, что да. Наверное, от одиночества меня потянуло на сладкое. Вот я и заказала у вас пончик. Видишь, Мира? И почему я должен извиняться за то, что привез пончик к этому жалкому койоту-вегану? Ты его разозлил дважды. Хватит повторять, что возишь пончики. Вообще, что именно ты называешь пончиком? Кто знает. Именно? Кто? Вот Рома понимает. Может ли быть пончик без дырки? А может ли быть пончик с дыркой? Грм, пролюбопытнейший вопрос. Пожалуй, нам стоит сделать паузу и хорошенько над ним поразмыслить. Эээ, пончик без дырки, это все равно пончик. Ну да, типа как пончики с джемом, или как заварные пирожные, или эти, фритеры. А бублик без дырки? Стоп, бублики это не пончики. Или все-таки пончики, или пончики это вид бубликов? О, вот это у них полемика. А ведь прикольно, не соскакиваясь с темы ВК. Ники, Рома, вы ведь недавно перебрались в Прик Спрингс? Да, решили осесть тут, когда вышли на пенсию. Любоваться кроликами. Мы с Ники в глубине души кролики. Уже 40 лет женаты. И вы тоже заказали пончики? У Ромы новый телефон. Мы решили заказать пончики, чтобы это отметить. Короче, и семейную пару засосала. Всех засосал. Ой, какая милая морковка. Ой, какая прелесть. Милую морковку. Засосали очень ловко. Но они там сидят, что-то смотрят в своем кино. Поэтому им пофиг. А я сосу какие-то непонятные штуки. Хрена, вот эта морковка здоровенная. Кролик, попробуй вот сюда. А! Ага, ага. Вот так вот, вот сюда. Давай, давай, давай. О! Видишь, какая я молодец. Засосала кроликов. Опа, сюда иди. О! Ой! Ой! У меня там кролики почпокались. Неплохо. А Наташа умела сводить кроликов, получается, да? Ребят, у меня кролики устроили потрохушки. Еще одни кролики устроили потрохушки. Так и запишем. Дырень, ни хрена себе, раскочебалилась. Ну и последние сейчас кролики потом потрохушки устроили. Ха-ха-ха-ха. Конца света не произошло. О! Нихрена себе! Ёб твою налево! Ой! Ой-ой-ой! Ничего себе! Вот это вот я устроила тут этот... Кроличий апокалипсис. Трахохалипсис, получается. Натрахала всех кроликов. Нормально, нормально, работаем. Работаем. Вот это прикол. Прикинь. Вот так вот. Пока кто-то смотрел кино, мы сношали с вами кроликов. Представляешь? Вот так вот. Они каждый раз обсуждают новую тему. Как мило, что вы так любите друг друга. Ночи и дни для любви они. О, да. Короче, эти тоже трахаются постоянно. Фу, отстой. Сам ты отстой. Нет, я не отстой. Ты любишь мусор? Ты тоже любишь хлам. Все вы тут любите хлам. Если нет, то почему подняли из-за него такой шум? То есть их дома для тебя просто хлам? Ну, не говорите так о моем трейлере. Да, не связывайся с перцем. Да. А что стреслось с твоим трейлером, перец? Ну, после ссоры с солем я поехал в парк Джошуа-3. Хотел в тишины и покои. Ноутбук с собой взял. Там посмотреть кое-что. Видео с птицами. Короче, парень фетишист. Птичий фетишист. Смотрит какие-то запрещенные фильмы про птиц. Ваша птичка схватила вас за яичко. Вот такой вот посыл был. Так, что-то выкидывает мне какие-то угольки. Не помещается. Смотри, залез там, спрятался такой. Чтоб его дырка не поглотила. Ишь какой. Ох. Покорми меня. Накорми меня. Ой, блин. Ё-о-о. Я подожгла птицу. Птица, прости, пожалуйста. Бедная птица. Прикиньте, какие хреново бедные птички. Ё-моё. Я устроила пожар. О, я какую-то кукурузу прожарила. Ааа. Это вот эти вот штучки. Всё. Дай мне ещё одну такую же. О, теперь полный апокалипсис горячий. Горячий случай называется. А никого не смущает, что тут вот такая вот херня происходит? Не? Нормуль? Стол засосали. Так, а когда мы засосём птицу? Бедный чувак. Чувак, извини. Но сегодня твой день заканчивается вот таким. Я делаю уборочку. Убор очка. Смотри, какая здоровенная вообще балда. И всё, и посмотри, как хорошо. Как сразу чисто здесь стало. Камни не засосало. Я не засосала камни, но зато я засосала перца. Или как его там звали? Они так прикольные тихие. Ну ладно. Есть вопросик. Не пришло в голову спасти деревья? Или совсем уж увлёкся видосами с птичками? Ну я этим деревьям сотни лет, они древние. Но у нас с братом при бабахе, чувак. Просто признай это. Нет, я в тот момент уже не смотрел на птиц. Ясно? Так, а что тогда ты делал перец? Писал письмо. Птицы? Нет, Остряк, ты мусорный. Брату, солю. Ты серьёзно? Да, хотел извиниться. Не стоило разбивать твою гелевую лампу. И жрать тот гель. Тут я был неправ. Перчик, да всё окей, чувак. Гель это ведь самая вкусная. Итак, я помирил рассорившихся братьев. Помог должностному лицу разобраться со змеями. Подарил ребёнку радость полёта. Да я герой. Вот ты, эй, волосатик. Чего? Кем работаешь? Взрывчатку продаю. Ого, круто. Ну в смысле, это как-то стрёмно, чувак. Разве обеспокоенная общественница не мечтала в хлам разнести твой киоск пиротехникой? Ради безопасности. О нет, нет. У меня совершенно чисто бизнес. Все разрешения, какие только есть, да над кантры. Пиротехника вообще безопаснее езды за рулём. Вот так вот. Пиротехника мы, значит, с вами сейчас засосём. Почему они прячутся от моей дырочки? Моя маленькая дырочка. Что такого будет, если вас засосёт маленькая дырочка? А, он каждый раз новую вытаскивает мне. Вот же негодяй. Ой. Я, по-моему, у кого-то подпалила. Так и чё? Я попал... А, по чайкам, наверное, надо. Что-то... Во! Ага! Всё, чайки, к обздавам. Сюда иди. Заходи домой. Чайка, кончайка. Теперь здесь гигантская чайка. Давай, поджигаем. Уи-и-и-и-и-и-и. Мне кажется, ещё немного и этот чел свалится. Чел, пиротехника бывает очень опасной. Видишь, какой я головоломки решаю, ну. У-и-и-и-и. Блин, мне кажется, он бы разбился, бедняжка. Прикинь, как ему не круто Было сейчас упасть Опять попкорн Полез откуда-то Опять попкорны Эти ваши Е-мое, сейчас что-то супермасштабное Произойдет, извержение вулкана Уи У-у-у Полный джингл беллс Вот так вот мы взяли и похитили волосатиком Сломали ему, может быть, даже ногу Но никто не знает, что было дальше Ну, довольно-таки странная игра, что сказать Берешь дырками, копаешь и все Интересно, насколько она длинная Бабах! Я просто наводил порядок по соседству Ну и еще, у кого есть претензии? У меня Правда, это больше к мире Ого-го, пришел твой черед мира Ого Что ж, в мире много что известно Я думаю, это должны услышать все Даже эти птичьи маньяки? Да, рассказывай Я знала, что еноты делают дыры Знала все это время И все такие Оооо, серьезно? Конечно, все знали, что эти дыры делают еноты А кто иначе? А сколько нужно змей? Чтоб тебя одолеть Больших, ядовитых Обычных Но бой в тесной комнате Ок Эм, может тысяча Ахаха Ох, жди посылки Что там с пропавшими? Еще не занималась? Что-то пишет, пишет мне Нет Соль трубку не берет уже несколько дней А способом говорила Он сказал, что кое-что знает Способ поведал мне, что земля внутри пустая И что она плоская То и то сразу так вот Мира, знаешь, как понаехали эти еноты? Как народ и начал пропадать А ты работаешь в их пончиковой Хитрозупые еноты Воруют не только мусор, но и людей Не знаю, ко мне еноты относятся супер С ВКМ и друзья Я заказал пончик Что? Интересно стало, какие они на вкус Мне пора До связи И он заснул А енот такой Ой, смотри, какие милые геккончики Ой, какие сладуськи Их надо поймать, да? Блин, это не так просто, как кажется Начнем с милипиздриков Милипиздрик сюда Теперь с тех, что побольше Куда иди? А ну-ка А ну-ка, куда? Ну-ка, проваливайся Ой, эти какие Может быть, это дети крокодила? Типа, знаете, я была бы не удивлена Если бы это были дети крокодила Слушай, вот эти вот что-то не падают Ну и больше других тут нету О, свалился Так И ты последний Вот так вот, хорошо Всех малышей подхватили Слушай, может быть, это реально его дети Мне кажется, что, наверное, да Ну а как иначе могло быть? Я думаю, что это его детки А еноты расчищали плацдарм для работы Так, чтобы стало крокодильчику жарко Никакой музыки Никакого праздника Долой, все Только уныние Ни хрена себе Ой, крокодил Кобз, дай, тебе сейчас прилетит по голове Крокодил, наверное, не ожидал, что я его варежки шатал Я твои варежки шатал Ох, как Ой-ой-ой-ой, как хорошо Ой, как хорошо Все, и крокодила, бам Вот и все А, говорят, остатки сладкие Ну все Мы собрали всех, кого только могли Полный сбор всех тварей и не только Ну такая дурацкая игра Не знаю, понравилась она вам или нет Буквально на одну серию Я не знаю, буду ли я ее сейчас проходить дальше Но давайте пока остановимся на этом моменте Потому что я так понимаю, что наша цель Просто всех засунуть в дырку На вопрос, с какой целью Пишите в комментариях, если у вас предположения Если хотите, я поиграю в эту игру еще раз Ну, либо остатки выложу уже на бусте В общем, увидимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok